Ежеквартально работники Центральной библиотечной системы Кашхабльского района совместно с сотрудниками Курганинской библиотеки проводят различные мероприятия, как на территории нашего района, так и на территории города Курганинска. Очередное совместное мероприятие прошло на базе детской школы искусств Кашхабльского района, и было оно посещено образу черкеса и казака в произведениях русских классиков. На встрече присутствовали и начальник управления культуры района Рауфхуя, работники библиотечной системы, учащиеся седьмых-восьмых классов Кашхабской среднеобщебразовательной школы номер два. Сегодняшняя наша встреча посвящена обсуждению темы образ черкеса и казака в произведениях русских классиков. Вначале я бы хотела предоставить слово начальнику управления культуры Кургану Рауфу Мурадиновичу. Добрый день, дорогие наши гости. Это уже не гости, это наши добрые друзья, наши добрые единомышленники и союзники в общем деле. Добрый день, дорогие дети. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не оставит вас равнодушными. Я не филолог по образованию и не могу как-то подробно говорить об этой теме образ адыга, черкеса и казака в русской художественной литературе. Я по старой школьной памяти вспомнил знаменитейшее искотворение гениального русского поэта, которое начинало словами. Вы знаете, можно быть трижды черкесом, можно быть пять раз адыгом, но с такой силой, с такой выразительностью описать образ лорца-воина трудно себе представить. Чем же знаменательны наши мероприятия? Люди живут на земле для того, не просто для того, чтобы есть, пить, прожить какое-то количество времени. Они должны общаться. Люди обязаны знакомиться, дружить, находить общие пути, находить единый язык, какие-то точки взаимопонимания и вести себя достойно. Я очень надеюсь, что у детей, которые сидят в этой аудитории, со временем появятся не только добрые, знакомые, но и друзья из Курганинского и других районов Краснодарского края. Потому что Адельея и Краснодарский край – это неразрывная единая историческая, это Кубань, это родина, которой мы все очень любим и все гордимся. Я надеюсь, что это мероприятие не оставит никого равнодушным. Успехов вам! Пожелаю как можно чаще проводить такие мероприятия. А нашим дорогим гостям и друзьям я скажу, вы всегда вас рады видеть. Проезжайте к нам в любой удобный вам момент. Спасибо. Спасибо. Многие древние историки не различают черкесов и казаков, как разные народы. Черкесы и казаки считают себя родственными народами. Образ жизни единый, одежда тоже едина. Никто лучше поэтов и писателей не смог отразить образ казака в произведениях литературы. В основу для них составили народные казачьи песни, баллады, эпистолы – это знаменитые письма запорожцев турецкому султану, сохранившие в нескольких списках сказки и легенды. Наиболее ярким образцом об азовском осадном сидении донских казаков, составленное и записанное в сороковых годах XVII века. Ты зрел, как терек в быстром беге, Между виноградников шумел, Где часто, притаясь на бреге, Чеченец или черкес сидел Под буркой с гибельным арканом. И вдалеке перед тобой, одетый голубым туманом, Гора вздымалась над горой, И в сонме их гигант седой, Как туча Эльборос в углаву. Великолепные творения, но там, Средь уединения долин таящихся в горах, Гнездятся и балкар, и бах, И абазер, и камукинец, и чечереец, и шапсук, Пищаль, кольчуга, сабля, лоб, И конь, соратник быстроноги, Их и сокровища, и боги. Как серые скачут по горам, Бросают смерть из-за утеса, Или по топким берегам, В траве высокой, в чаще леса, Рассыпавшись, добычи ждут. Располночную порою, Сквозь туманный мрак, Ехал тихо над рекой удалой казак, Черношапка на бекрине, Весь жупан в крыле, Пистолеты при колене, Сады на земле. Верный конь, узды не чуя, Шагом выступал, Гриву долгую волнуя, Углюблялся вдаль. Вот перед ним две-три избушки, Было над забором, Здесь, дорога к деревушке, Там, где ночи будет. Не найду в лесу девицы, Думал, хват динец, Уж красавицы-светлицы На ночь укрались. Шевельнул Донец уздою, Шворой прикольнул, И помчался конь стрелой К избам завернул. В облаках луна сребрин, Дальние небеса, Под окном сидит уныла девица краса, Храбрый видит красную дверь, Сердце бьется в нем, Конь тихонько, клемп, клемп, Вот уж под окном. Ночь становится темнее, Скрылась о лунах. Выйдь-ка, ханочка, Скорее, на бои коня. Нет, к мужчине-молодому Страшно подойти, Страшно выйти мне из дома, Коню дать воды. Ах, небось, девица красна, Смелым подружись. Ночь красавица опасна, Радость, не страшись, Верь, каханочка пустое, Ложный страх отбрось. Тратишь время золотое, Милая, небось, Сядь на борзово, С тобою в дальний еду край. Будешь счастлива со мной, С другом всюду, ураль. В истине героическим гимном Кавказу И его воинственным племенам чуркесов Прозвучала первая романтическая поэма Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Кавказский клемм». В поэме автору удалось описание величественного Кавказа Быта, нравов черкеса. Александр Сергеевич прописывает главного героя поэмы Русский офицер, разочаровавшийся в жизни, Рано постаревший душой и неспособный на ответные чувства Полюбивший его молодой черкешеньки. Автор влюблен в черкешенку, как и в Татьяну. Судьбы их в некотором роде схожи. Обе полюбили безответной любовью. Но если Татьяна, покоряясь волей родителей, Вышла замуж за нелюбимого пожилого генерала, То черкешенка, натура цельная и гордая, Помогла пленнику бежать и бросилась в горную реку. Поэт был восхищен удалью и мужеству казаков, Их смелостью и выносливостью. Пушкин отмечает и драматизм положения казаков, Неиспристанно находившиеся в военных походах по нескольку лет. Среди записей о казаках у Пушкина есть набросок, Который сохранился в его тетрадях Времен Кавказского путешествия 1829 года. Кавказ, далекая страна, Жилища вольности простой, И ты несчастьями полна и окровавлена войной. Уже пещеры и скалы под дикой пеленой углы Услышат также крик страстей, Звон славы, злата и цепей? Нет, прошлых лет не ожидаем. Черкес в отечестве своем Свободе прежде милый край Примерно гибнет для нее. Кавказ стал последним пристанищем Михаила Юрьевича, Который воспевал, как никто другой. Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна Господь, И вы, мундиры голубые, И ты им преданных дорог. Будь может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей. Совершенно особое место в литературе о казачестве Занимает неоконченная повесть Василия Шукшина О Степане Разине. Называется она «Я пришел вам дать полю». Степан — очень сильная личность С явно выраженными задатками настоящего диктатора. Способного во имя счастья людей, Как он его понимает, Распустить в распыл всех, Кто попытается ему помешать. Собственно, дать полю в понимании Разина — Это навязать им силой Его собственное понимание счастья, Заставить людей быть счастливыми, Возглавив для этого страну. Такая смесь Наполеона и Нагульного В одном образе, И она была принята критикой, Как крамола. И повесть при жизни автора Была издана незначительным стиражом И с большими копюрами. Однако именно Василий Шукшин Сумел выявить очень специфическую черту Казачьей сущности, На которой и построил свое произведение. Подобные встречи, несомненно, Помогают воспитать в подрастающем поколении Чувство толерантности и межнационального общения.